1xbet – надёжный букмекер. Устанавливайте приложение 1xbet на компьютер или мобильный, и большие выигрыши от 1xbet будут всегда доступны. Регистрируйтесь на самом надёжном букмекере 1xbet прямо сейчас. Какой кей-то методик в сегодняшнем матче? Насколько было сложно для «Динамо» обыграть «Тесна»? Я думаю, в первом тайме было очень сложно, потому что в футболе играли. Настроились очень на игру, но плохо вышли. Я думаю, лучше играл, чем в втором тайме. Я думаю, проснулись, а потом хорошо играли, и в конце концов, я думаю, заслужили победу. В последнем туре «Динамо» играет со «Спартаком». Для москвичей это дерби, который имеет историю с 36-го года. А для вас? Как и для вас. Очень важная игра. Конечно, сегодня мы очень рады, что мы прошли сейчас с этими очками, которые мы сегодня добрали. Это было самое главное. Но будем, конечно, сегодня и завтра маленько отдыхать, и потом надо всё равно настраиваться на эту игру. Очень важно. Вы в Москве уже 4 месяца. По-русски стали лучше говорить за это время? Ну, я думаю, маленько, да. Каждый день я учусь, лучше становится. Но, конечно, мне ещё некоторые слова не хватает. Всё ещё не могу так сказать, как по-немецкому. Но всё равно учусь, я думаю, ещё в 4 месяца будет отлично. Кстати, а вас не разочаровывает немножко уровень чемпионата России после Бундеслиги? Знаете, конечно, всегда мы все человек, и мне тоже надо было время, чтобы привыкать маленько. Первые две игры я тоже не очень сыграл. У меня только маленько проблемы были со спиной, потому что на искусственном поле играли. В Германии такого не бывает. Я к этому не привык. Так что всем человекам надо время привыкать. Это время мне дали в «Динамо». И вот я думаю, что сейчас после этих 4 месяцев мы очки, думаю, хорошо очки набрали. Так что я очень рад. Ну, конечно, легко было. А сам футбол в России, он сильно слабее немецкого, как вам кажется? Нет, тоже хороший футбол. Ну, конечно, если честно сказать, конечно, в Бундеслиге там футбол маленько лучше. Я думаю, это мы знаем. Это не секрет. Но тут тоже хороший футбол. Скоро назовут состав Станислав Щерчесов на чемпионат мира. Вот вы волнуетесь перед тем, как узнать, попадете вы? Ну, знаете, я думаю, что моя задача все давать за «Динамо» в клубе, хорошо играть. Я думаю, что это неплохо сделать все вместе. И потом тренер будет выбирать. Я, конечно, все для этого делаю. Я буду начинать здесь попадуя, потому что это, как-то сказать, это самое важное в жизни сейчас для меня в футболе. Такой шанс играть на чемпионате мира. Буду надеяться, что я попаду в состав. Константин, вот в Кёльне играли тактическую схему с четырьмя защитниками, а в сборной России три центральных и два уингера. Из-за этого специалисты, которые следили за вами в Германии, говорят, что вы чувствовали себя не очень комфортно. Это действительно так, что вот фактическая схема сборной была для вас непривычная? Нет, я это в Германию тоже иногда играл. Думаю, что всегда, иногда в четыре играть, иногда в пять защитников, всегда соперника. Смотришь, как они играют, и потом обсуждаем, и потом решаем, как будем играть. Я уже столько долго играю, все системы играют, все знаю. Ну, конечно, иногда игры бывают очень хорошо получаются, иногда не так. Это футбол, но я к всем привык. А бывает так, что сборная черчесов ругает вас по-немецки? Нет, вообще не бывает, потому что сам он всегда хочет, чтобы я никогда по-немецкому с Ромой не разговаривал, поэтому мы всегда по-русски так и надо. Константин, а День Победы будете праздновать? Я не знаю, все посмотрим, время будет, посмотрим. Хорошо? Спасибо.